Финансовые и политические события затмевают обычные человеческие истории. Истории четырех детей, сирот и детей без опеки, которые остались в Крыму. Лариса Задорожная разбиралась в том, а есть ли шанс у крымских детей обрести украинских родителей. Очередной поезд отправляется с московского вокзала, конечная остановка Симферополь. Едем смотреть, он не сам. Этот поезд российские СМИ окрестили поездом надежды. В надежде на усыновление крымских детей, десятки российских семей купили заветный билет до Симферополя. Мечта российского усыновителя, это блондинка с голубыми глазами, до трех лет, папа-профессор, мама-балерин. В свидетельстве о рождении украинца, которых сделали россиянами, их в общем никто и не спрашивал. Фактически они остаются в заложниках. У детей никто не спрашивал, гражданами какой страны они хотят или не хотят быть. Эти дети по умолчанию, по рождению, есть гражданами Украины. Поезд российской надежды увез уже 37 детей. Без всякой надежды узнать их фамилии. Письменное распоряжение не предоставлять Киеву, никакой информации. Симферополь, детский дом на камеру, сотрудники, говорить категорически отказываются, как будто стыдятся чего-то. Ну а процесс у вас идет? Люди ходят? Ходят по направлению. У многих из этих малышей был шанс сказать мамы и папа своим украинским родителям. Но едва познакомив их разлучили геополитические амбиции и дыры в законодательстве. Первая ситуация, когда ребенок находился в контакте уже, установление контакта с семьей. И вторая ситуация, когда уже дело было передано в суд. Но, к сожалению, ни в одном ни в другом случае эти дети в семью украинских граждан не попали. Вот он ответ России на ноту протеста украинского МИДа. В Крыму законы российские, а значит распространяется и запрет усыновления иностранцами. Это страны, в которых узаконены гомосексуальные браки с текущего года. Детей на усыновление в оперику мы отдавать, естественно, не будем. Иностранцы часто усыновляются жилобольных детей. ДЦП или ВИЧ для них не приговор, а особенность организма. Теперь такие малыши рискуют навсегда остаться в специнтернате. В российских детских домах практически не берут детей с тяжелыми диагнозами, которых могли бы взять граждане Америки. И большинство просто диагнозов иногда в Российской Федерации не лечатся. Украинскому правительству нужно было сразу же, как только в Крыму началась оккупация, спасти детей из приютов. Количество россиян, которые усыновляют и потом возвращают ребенка в приют, ужасающе. Это ужасно быть сиротой в России. Всего три абзаца о судьбе четырех тысяч детей-сирот, которые остались в Крыму. Это и весь ответ Министерства юстиции на наш вопрос, что собирается делать государство, чтобы защитить этих детей. По сути, отписка парадоксальна, но Министерство социальной политики на этой неделе тоже не нашло времени, чтобы рассказать о судьбе маленьких граждан Украины. Понятно одно отдельного иска в Европейский суд по правам человеков по детям из Крыма. Нет, сироты всего лишь маленький пункт в общем деле Украины против России. Этим четверым сказочно повезло. Валик, Максим, Адам и Илья. Сирот успела вывести на материк приемная семья, в которой воспитывались. Когда в феврале началось вот это «Зеленые человечки», уже было недоверие. Какое положение в России с приемными детьми. Понимаете, мы всего этого не знали. Вот тут братья, потом, и вот тут мы во льдом ложимся. Вот так они и живут, теперь вдалеке от моря, в 100 километрах от Киева. А вот что вы понимаете, почему вы переехали? Вот что вы... Потому что там война началась. Маленькая двухкомнатная квартира вместо большого дома в саках. Наталья позвонила в дом малютки, предупредить детям целости и сохранности. Ответ ошеломил. Я позвонила в нашу службу, что вот так и так мы переехали. Мы с территории на территорию Украины переехали. Я не ожидала той реакции. Вы что? Куда? В Киевскую область? Украина варта того, чтобы за ней бороться. Еще одна приемная семья. Мать попросила изменить имя и не показывать лицо. Все еще боится уехала из Крыма вместе с четырьмя детьми. Со временем, наверное, бы я разлучилась со своими детьми. Я бы являлась гражданином Украины, а дети являлись бы гражданами России. Две тесных комнаты в общежитии на шесть человек. Это и все, что смогла предоставить Украину семью с приемными детьми, которые выехали из Крыма на материк. Причем за это невзрачное жилье семья должна платить из собственного кармана. Пройдет время, и Бог покажет, что все было только к лучшему. Голосовская надпись прямо в предвходе. Несмотря на сложности, они не привыкли плакать. До сих пор маленький у меня ребенок. Анашка, а мы приедем домой в Крым? И Святого Николая, и Деда Мороза, и правительство Украины. Они просят только об одном. Будем просить, чтобы вернуться в Крым. Лариса Задорожная, Юлия Крючкова, Данила Русаков, Виталий Коваленко, Сергей Кирим. И подробности недели. Телеканал Интер.